Уважаемые жители города, я решил как примар города прервать свое молчание и высказать свое видение о ситуации и то, что творится у нас в городе. А ситуация нехти приятная как для меня, так и для всех вас, жителей нашего города. Я сегодня хочу свое выступление разделить на несколько частей и о каждых частях я в подробности постараюсь вам изложить позицию, официальную позицию, что есть и что происходит на самом деле у нас в городе. Вы все прекрасно знаете, что буквально 28 июня у нас был второй тур выборов, после чего вы меня избрали примаром города. И сразу после завершения выборов числа 4-5 я приступил к выполнению своих обязанностей. Мы сразу взялись за ситуацию в городе, мы начали работать по благоустройству, мы стали приводить город в порядок. И естественно у нас все получалось и получается и будет получаться, я вас в этом уверяю. Но есть определенные проблемы, которые сегодня стали наряду с теми проблемами, которые необходимо решать нам. А это взаимоотношения в городском совете, взаимоотношения с некоторыми личностями, которые сегодня не желают развития нашему городу. Прежде всего хочу поблагодарить всех вас, кто за этот короткий промежуток времени, за несколько дней позвонил ко мне со словами поддержки. Написали в социальные сети очень много людей. И я не стану сегодня зачитывать те обращения, которые вы писали мне. За это вам огромное спасибо. И я чувствую вашу поддержку в том, что сегодня есть много людей в городе, которые желают спокойствия, желают развития нашему городу. Мы также работали и с дебиторами, которые должны приморить. И за какой-то короткий промежуток времени нам удалось получить 200 тысяч лей в бюджет нашего города, которые мы также можем направить на развитие нашего города. Не просто куда-то их потратить, а на развитие нашего города. Я чуть позже вернусь и к этой цифре. Потому что сегодня есть определенные силы, которых не устраивает поступление дебиторской задолженности в наш бюджет. Исполнение бюджета. За октябрь месяц составило 102%. Для советников-социалистов и для Тютина это плохо. А для меня это хорошо. Потому что доходная часть нашей премарии за октябрь месяц была выполнена на 102%. Это показатель, уважаемые советники-социалисты. Вернее, фракция социалистов. В том числе там есть еще двое. Здесь Генжели и Павлевы. А для меня это хороший показатель. Сейчас постараюсь раскрыть в скобке, что же на самом деле, что они хотят. Я постараюсь вкратце рассказать вам всю ситуацию, но это не последнее мое выступление. Я хочу внедрить в практику, чтобы с вами иметь прямой диалог. Когда примарь города может находиться в своем кабинете в определенное время, скажем так, например, в 7 часов или в 8 часов вечера. И вы будете звонить на номер телефона, задавать свой вопрос. И я в прямом эфире буду вам отвечать на эти вопросы. Мы постараемся это сделать. Мы сначала проработаем всю схему, как это правильно сделать. Может быть, просто запишем, а потом на второй день вам это все покажет. То есть у нас должен быть с вами прямой диалог. Потому что сегодня определенные силы стараются манипулировать ваше мнение. Ввести вас в заблуждение, что все плохо, не все так хорошо. Но на самом деле вы должны знать правду и вы должны напрямую общаться со мной. Мои двери не закрыты. Любой из вас может прийти, задать вопрос и получить на него ответ. Если мы не сможем сразу дать вам ответ, определенные службы сразу начнут заниматься вашими вопросами. Да, я понимаю, на сегодняшний день есть определенные проблемы по работе примарии. Есть работники, которые не дорабатывают. Но это все будет в ближайшее время устранено. Хочу немножечко подробнее остановиться на советниках городского совета. Вы голосовали за меня во втором туре как за примар. Но в первом туре вы голосовали и за советников, и за примар. Сразу после того, как у нас было первое заседание городского совета, как я и обещал, я говорил о том, что мы будем работать со всеми советниками. То есть я как примар, я не буду устраняться ни от одних политических движений, ни от других. То есть моя задача была задействовать в управлении городом всех. Всех. Не отдельных, не только социалистов, не только нашу партию, не только демократов и не только равноправий. Значит, когда закончились выборы и вы избрали советников, естественно, перед нами стала дилемма. Давайте, пожалуйста, будем формировать органы управления городского совета. И я хочу вам сказать, что мы к этой проблеме подошли с большой долей ответственности. Что сегодня, то есть, пожалуйста, мы не смогли тогда договориться с социалистами о председателе совета. Потому что на сегодняшний день социалисты говорят, у нас мало портфелей. Уважаемые социалисты, вы что, шли за портфели или вы шли в городской совет для того, чтобы работать во благо города? Да, мы остановились на кандидатуре Сергея Константиновича Тюлю, независимого советника. Далее мы пошли в формирование по комиссиям. По комиссиям мы сформировали комиссию по сельскому хозяйству, экологии, земельным отношениям и кадастру. Калиогу Михаил Алексеевич, Терзи Георгий Гаврилович, Карагеоргий Дмитрий Борисович. Три человека. Председателем Калиогу от нашей партии. По правам человека, законности и СМИ. Иоаннец Сергей Фролович. Капущулу Валерий Иванович. Анатолий Владислав Федорович. Председателем Иоаннец Сергей Флорович. Человек, который проработал столько лет в полиции. Сам юрист по образованию и может очень много принести пользу, с юридической точки зрения может принести пользу городу. Комиссия по экономике, бюджету, финансам и развитию предпринимательства. Желез Борис Михайлович, Холмана Анна Пантелеевна, Калиогну Михаил Алексеевич, Шинник Вадим Николаевич. Нами был бы предложен сейчас на той сессии, на которой устроили переворот. Кисаков Дмитрий Федорович, Киосе Мария Георгиевна. Пожалуйста, это люди-специалисты. Председателем этой комиссии Желез Борис Михайлович. Следующее. Комиссия по коммунальному хозяйству, градостроительству, промышленности, транспорту и связи. Кирчу Иван Николаевич, фуер Иван Петрович, Манзул Дмитрий Николаевич, Чернив Валерий Иванович, Капанжи Илья Андреевич. Председателем комиссии Кирчу Иван Николаевич. Комиссия по образованию, культуре, молодежи, спорту, социальной защите населения и здравоохранению. Филиппова Валентина Георгиевна, Базбей Александр, Казаны Николай, Баурчу Лунина. Комиссия по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителя. Дизгин Жили Михаил Павлович, Павлёву Георгий Дмитриевич, Анафрей Владислав Фёдорович. Вот эти комиссии, которые были сформированы вместе с советниками, то есть решали советники. Я соглашался с их мнением, потому что я считаю, что более-менее по профессиональным качествам были распределены советники по комиссиям, по их численному составу и по своей профессиональной подготовленности. В конечном итоге, что получается у нас на предпоследней сессии? Господину Тютину вместе со своим другом Чернивым Сергеем Афанасьевичем не понравилось распределение советников в городском совете. Нет, надо устроить переворот, надо всё поменять. Честно говоря, я даже не хочу сейчас зачитывать вам, какие комиссии на сегодняшний день. Я вам просто приведу пару примеров. Комиссия по правам законности и СМИ. Анафрей Влад, ничего против не имею этого человека. Ионет Сергей, ничего против не имею этого человека. Манзул Дмитрий, Капущулу Валерий, Карагёрги Дмитрий. Уважаемые советники, человек, который имел проблемы с законом, он сегодня будет руководствоваться вашими правами и законностями в СМИ. Вы что вытворяете? Вы берёте на посмешище весь орган. Кто берёт это на посмешище? И на последнее заседание появляется господин Тютин с Черниевым и силой заставляет народ советников проголосовать за изменения в городском совете. Они что, советники? Нет. Кто они? Устроили давление на советников? Вы все прекрасно видели видео. Давай, голосуй, давай, поднимай руку. Рот затыкали все. Стыдно, что такие советники попали в совет. Здесь генжели, Карагёрги, Павлёвы. Что они вообще вытворяют? Есть какой-то разум, есть какое-то мышление у вас, уважаемый советник? Если вы прекрасно тогда видели наше видео, заседание городского совета, я хочу остановиться на одном моменте. Марья Георгиевна Киосе, женщина, которая стояла у истоков становления Гагаузи, боролась за мир в нашем городе. И в Гагаузи, и в целом. Павлёву встаёт и начинает кричать, ты кто такая? Уважаемый господин Павлёвов, когда Марья Георгиевна, как активистка, боролась за наше будущее, вы были в бегах за изнасилование. Вспомните, пожалуйста, 90-е годы. Где вы были? Вот в чём разница, вы понимаете? И кто имеет моральное право вообще сегодня вести себя так по отношению к женщине и по отношению к городскому совету? Господин Павлёвов, а к вам я хочу задать вопрос. Вы когда сажали фасоль, и вдруг случайно у вас выросла конопля, вы думали о нас? Вы думали о нашем городе? Какое вы вообще имеете моральное право находиться в совете? Другой бы постыдился и вообще бы не баллотировался на такие должности. Порой мне иногда становится даже стыдно, что такие советники попали в городской совет. И они сегодня будут решать вашу судьбу. Они сегодня будут принимать решения, которыми должны руководствоваться жители нашего города. И я в том числе. Почему, скажите мне, пожалуйста, почему образованные люди, которые могут работать плодотворно во благо города, не пошли в совет? Многие отсидели, сидели дома. Моя хата с краю, мне это не надо. При формировании своего же списка ко многим тоже подходил, просил, давайте. Подключайтесь, и все вместе будем решать проблему в нашем городе. Многие отказывались, я понимаю. Потому что имели бы давление то ли на членов семьи, то ли на детей. Кого-то бы, может быть, с работы бы хотели бы уволить. Но, буквально недавно у меня была группа родителей со школы, которые также возмущались, что творится в городском совете. А я задал один вопрос. Почему вы не шли в городской совет? Почему вы не хотите участвовать в жизнедеятельности города? Чуть ранее я вам сказал о том, что очень много людей позвонило, очень много людей написало в мой адрес со словами поддержки. Буквально вчера заходит женщина в кабинет и, просто открыв дверь, она просто взялась вот так за голову и машет головой. Вы понимаете, куда мы вообще катимся? Когда остановится этот беспредел? Когда эти бандиты перестанут оказывать давление на совет, на жителей? Когда? Куда смотрит правоохранительный орган? Куда смотрит прокуратура? Хотя они реагируют. Я ничего не могу сказать против. Они реагируют на все мои письма. Но давайте уже что-то решать. Далее я остановлюсь. Я понимаю, о чем сейчас думают и господин Тютин, и те же советники, которые крикуны сегодня. Я знаю, о чем они думают. Что прокуратура должна меня сегодня за что-то сажать. Я понимаю. Они уже дошли до того, что ходят по высоким кабинетам, предлагают людям. Мы вас отблагодарим, только наденьте наручники на примара, чтобы мы это засняли. И сидят улыбаются. Вы понимаете, до чего дошли? Я в Кишиневе встречаюсь с секс-депутатом парламента, который мне говорит, что да, звонил господин Тютин, просил помочь организовать маски-шоу, конечно, для примара. Это нормальное явление. Я чуть позже остановлюсь на этой личности. Хотя никакого желания не имею общаться с таким человеком. И вот у нас получается, что люди с примитивным мышлением сегодня правят нами. Не совет, а какой-то клуб по интересам вообще собрался. Одному дай озеро, другой лес рубит. И деньги спускают, кстати, я вам хочу сказать, в автоматах, в игровых автоматах. И куда мы катимся? Я чуть позже, я вам покажу видео или же покажу фотографии с мест, где работают целую ночь. Уже два письма ушло в адрес полиции. Займитесь. Знаем мы этих людей. И они тоже в списках советников от равноправия. С вот этими, которые... С мышлением. Которые фасоль сажают и у них конопля растет. Я вам покажу эти снимки. У нас скоро вообще дожди перестанут идти. От чего? Потому что кто-то хочет заработать и сразу эти же деньги потратить. А где наши интересы? Где интересы города? Поэтому очень большая просьба к вам. Подключайтесь к жизнедеятельности и к работе города. Меня никто из них не поломает и не заставит выполнять их указания. И я вам сейчас это докажу. Из-за чего весь этот сыр-бор? Из-за чего? Сейчас вы узнаете. У нас в городе, сразу после вступления в должность мою, ко мне обратились экономические агенты. С Кишинева. Значит, компания Продиофарм и Фармина. И у нас в городе были открыты две аптеки. Дополнительные аптеки. Потому что у нас уже в городе на протяжении 25 лет монополия на лекарства. Торгует только один человек. И вы вынуждены покупать лекарства по тем ценам, которые сегодня находятся в этих аптеках. Почему? Скажите мне, пожалуйста, почему на базаре люди стоят рядом с друг с другом, все разные люди и все торгуют? Почему по городу много магазинов? И продуктовых, и разных, и хозяйственных. Все должны торговать разными товарами, что ли? Нет. А ко мне заявляется Терзи Георгий Гаврилович и говорит о том, ты обидел Николая Ильича. Чем я его обидел? Объясните, пожалуйста, чем я его обидел? И вот за всеми этими скандалами, которые сегодня находятся у нас, то есть происходят у нас в городе, у нас стоит только два человека. Это Терзи Георгий Гаврилович и Черник Николай Ильич. Да, есть закон. 2011 года, 29 апреля, был принят закон. Вот он, пожалуйста, монитор официалов, в котором есть разграничения по тем же аптекам, как их можно открывать и как их нельзя открывать. Я вам зачитаю один пункт, пункт номер 6. Новые аптеки создаются в соответствии с национальным планом размещения аптек. И здесь очень много перечислений разных, разных пунктов. И в самом конце правительству, в трехмесячный срок, со дня вступления в силу настоящего закона, привести все свои нормативные акты в соответствие с ним. Я вам хочу сказать, что Черник Николай Ильич приходил ко мне и, пожалуйста, сидел вот здесь вот передо мной. И мне доказывал, что я не должен, что я не надо. Я все ваши вопросы решу, не надо мои вопросы решать. Не надо. И намекал мне. Я все решу. Только не подписывайте разрешение на открытие тех аптек. Я вам хочу сказать, что за 25 лет монополии с наших граждан ушли миллионы лет. Кому ушли в карман эти миллионы? Ответьте, пожалуйста, мне, почему сегодня на базаре могут торговать многие люди, магазины по городу могут быть открыты, многих экономических агентов, а аптеки должны быть только одного человека. Почему? Я вам хочу сказать, что как только открылись эти аптеки, многие люди ко мне звонили, говорили спасибо, потому что там цены намного комфортнее, намного удобнее ценовая политика, чем у нашего экономического агента. Конкурируйте, пожалуйста. Спускайте цены. Пускай люди покупают по нормальной цене. Нет. Однако мне говорят, ты обидел. Никого я не обижал. Советник Баурчулу Нина Харлампевна. Будучи у меня здесь на приеме, возмущал их, что дорого. Вот, моя, в палате вместе лежали с женщиной, она вот пошла туда, там такая цена, а пошла в эти аптеки намного дешевле. Подошли к сессии, как будто воды в рот набрал. Встаньте, скажите, почему молчите? Советник фуёра. То же самое. Вот я покупаю там по такой цене, здесь по такой цене. Почему молчите? Почему молчите? Терзи Георг Гаврилович мне так и сказал. Ты куда лезешь? У нас всё схвачено. Суд вул, конечно, наш. Апелляционная палата наша. И высшая судебная палата, назвал мне фамилию человека, тоже, говорит, наш. Так что мы тебя размажем. Почему вы меня размажете? Потому что сегодня народ может покупать по более доступной цене, поэтому... Георг Гаврилович, в этом возрасте, когда вы шли вместе с нами в городской совет, мы надеялись на вашу мудрость и ум. А вы оказались иудой и предателем всей команды. И интригантом в том числе. Вам неинтересны люди в нашем городе. Вам интересно плести интриги. И чтобы был скандал в нашем городе. Сейчас я вам хочу ещё привести маленький пример. Вот налог на размещение торговой точки. Который был в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году. Когда я приступил к своим обязанностям, я сразу попросил. Дайте, пожалуйста, мне эту информацию. Пожалуйста. Аптеки до 20 квадратных метров. В 2013 год 3,5 тысячи лей за размещение. В 2014 год 6 тысяч лей. В 2015 году 3,5 тысячи лей. Спускается в 2015 году, спускается на уровень 2013 года. Везде идёт тенденция на повышение, у нас на понижение. До 50 метров квадратных. В 2013 год 4,5 тысячи лей. В 2014 год 9 тысяч лей. В 2015 год 5,6 тысячи лей. Когда начал зажимать работников, почему тенденция на уменьшение? Ну, подошёл экономический агент. Экономический агент попросил. У него 5 аптек, мол, ему накладно. Как это накладно? Как это накладно? Не хотят деньги в бюджет платить. Ему накладно. А что вам делать, которые покупаете лекарства за бешеные деньги? Вам не накладно? Вы все прекрасно знаете, как до сих пор жил наш город. А жил как? Собиралась кучка руководителей, и они решали, кого казнить, кого помиловать. Ха-ха-ха, насмеивались над всем. Собирались в подвале, в разных местах собирались. Я вам хочу сказать, что меня 5 месяцев старались притащить в этот подвал. Вы знаете, где он находится. На улице Плотникова, в аптеке там. Приходи, уха готовится, мясо готовится. Не надо мне ни ваша уха, ни ваше мясо. Для чего приглашают меня туда? Потому что через меня потом надо будет решать какие-то вопросы. Меня взять на кручок, ты наш парень, и ты должен делать то, что мы скажем. Но вы не можете себе представить одного, что через год вы, жители города, вы меня возненавидите. Потому что я попаду к ним на кручок, и я должен буду выполнять все их просьбы. А просьбы не в вашу пользу. Просьбы не в вашу пользу. Вы можете это понять или нет? Поэтому я на это не согласился, не соглашусь, и не буду прислуживать ни олигархам, ни бандитам, ни тем более тютер. О нем будет отдельный разговор. Да, кстати, я как только пришел, я тоже начал разбираться с недвижимостью, которая была у нас. Я вам хочу сказать, что у нас, вы все прекрасно помните лагерь отдыха в селе Приморское. Его строили наши люди, люди нашего города. Там отдавали свое здоровье. И в конечном итоге, где он сейчас? По какой-то чистой случайности, этот лагерь сегодня оказался в собственности у кума Георгия Гавриловича. Я вам хочу сказать, что за этот лагерь были заплачены копейки. И совершенно не те деньги, которые должны были попасть в бюджет. И вы сегодня, когда едете отдыхать в Приморск, вы оплачиваете. И определенная сумма денег падает в чьи-то карманы. Вы это себе можете представить? Или нет? Кого опять за дураков посчитали? Нас, жителей этого города. И самое последнее, что хочу сказать в рубрике об аптеках. Есть у нас этот деятель, который все пишет, пишет, все никак не угомонится. Примарь взял взятку за то, что подписал разрешение этим аптекам. Господин Тютин, поверьте мне, что и Николай Ильич сидел здесь, тоже намекал на разные вещи. А тем людям я взял и подписал. Почему? Потому что есть несправедливость. И если есть несправедливость, меня там нет. Я там, где справедливость. И сразу, как только господин Тютин опубликовал на своем сайте о том, что примарь взял взятку, якобы 20 тысяч долларов. Господин Тютин, а кто ее давал? Кто ее давал? Если вы такой честный, пожалуйста, вы должны предъявить видео, доказательство, что вот, пожалуйста, примарь была передана какая-то взятка. А у вас вымышленное мышление, вы понимаете? Ваше мышление на уровне Плинтуса сегодня. Кстати, я сразу после этой статьи написал жалобу в прокуратуру. Пригласите, докажите и накажите, пожалуйста, или меня, или Тютин. И вы знаете, что он написал в своей объяснительной прокуратуре? Якобы не так поняли вы меня. Я написал, что для того, чтобы открыть аптеку, нужно 20 тысяч долларов, чтобы закупить товар. Вы что, людей за дураков считаете, господин Тютин? Он печатает, а потом надплеивается над семь. Вас это устраивает? Сколько лет это продолжается в городе? Один он у нас будет манипулировать мнением. Кто хороший, кто плохой. Вы сначала поработайте над своим воспитанием, господин Тютин. Честно сказать, пожалуйста, я написал в прокуратуру, пускай разберутся. Но, когда господин Тютин дает такие ответы, предъявите доказательства. Нет, потому что этого не может быть. Я сегодня пришел сюда не чтобы свои шкурные вопросы решать. Шкурных вопросов нет у меня и не будет. Наконец-то дошли до раздела Тютин. Хотя, честно сказать, очень много чести мы сегодня оказываем этому человеку. Да, поздравил с победой. Признаю. Ничего не могу сказать дальше. Поздравил. После поздравления, господин Тютин. Дальше что? Что вы вытворяете по городу? Разница наших голосов во втором туре. 1119 голосов. Вы себе можете это представить? Уважаемый, мой оппонент. В истории нашего города такой разницы не было. Была 200 голосов. Была 700. Была 500. О чем это говорит? Если вы болели или болеете за наш город, пожалуйста. Я же с вами встречался. Мы же с вами беседовали. Пожалуйста, давайте будем работать вместе. Для города. Все. Вот и наше распределение советников. Не только одной партии досталось. Из каждой партии был представитель в городском совете на руководящей должности. Для того, чтобы каждый из них принимал участие. Ваше последнее распределение. Я не могу его назвать распределением. Это просто террор. Давление. На наших советниках, которые под страхом проголосовали. С одной стороны, Тютин. Целое лето ходил в галстуке и в пиджаке. Пришел на сессию в каком-то кипторе. А с другой стороны, Черниев. И как вы хотели, чтобы люди проголосовали? Я их тоже понимаю. Я их тоже понимаю. Почему я не боюсь работать и почему я не боюсь сейчас это все вам рассказывать. И буду говорить. Что же на самом деле хочет господин Тютин? А я вам сейчас скажу, что он хочет. Он потерял кормушку, которая была здесь при бареи для него. Привожу пример. Раньше так было. Пожалуйста, вы вспомните. Сделал Роман Тютин. Содействовал Роман Тютин. Благодаря Роману Тютину. Где эти статьи сейчас? Где? Оплатили мы с вами. Платила примария. Вы платили. А он приписывал себе. Не стыдно? Не стыдно? Я приведу только пару примеров. Потому что примеров уйма. Но я не хочу на этом останавливаться. Цветочники. Вон, пожалуйста, у нас на площади цветочники. 25 тысяч лет, перечисляет примария. Плюс 90 литров дизельного топлива на привозку. На привозку 70 литров топлива и 20 литров на привозку чернозема. Уходят на одни эти цветочники. Ради чего? Объясните. Да, красиво. Да, и мне нравится. Господин Тютин, а вы не думали, что в ноябре месяце будет нехватка в бюджете города? Нехватка планов. Нехватка денег. В конце года. Все. Я уже на прошлой неделе две тому назад. Мы ездили в управление объяснять нашу ситуацию. Ситуация критическая. Вы об этом не думали? Вы на тот момент руководствовались. Я быстренько выставлю, сфотографируюсь, сделал роман Тютин, и я получу свои голоса. Зимой что будем делать? Зимой падет снег, эти цветочники будут полностью в снегу. А вы знаете, что снег разъезд их? И весной у нас цветочников нет. Вы неправильно руководствуетесь деньгами. В своей истории я всегда относился к деньгам бережно. Деньги любят тишину. Деньги не любят скандал. А там, где вы, господин Тютин, там скандал. Поэтому нам с вами не по пути. Если вы желаете работать или желали, надо было успокоиться, признать свое поражение. И, пожалуйста, давайте вместе будем двигаться вперед. Как я вам говорил? Пожалуйста, вы привлечете инвестиции в город? Я выйду и выступлю. Скажу, да, благодаря депутату Народного собрания господину Тютину были привлечены какие-то инвестиции. Что вам задала жительница? Какой задала вам жительница вопрос? Когда она вам сказала, что Роман, надо уметь проигрывать? А в ответ какие слова? Я все равно не дам ему работать. О ваших всех разговорах якобы вы многое сделали в городе. Крыша детского сада номер 8. Вы ее делали? Вас даже близко там не было. Площадка компании Orange. Каждый житель города сегодня пользуется телефоном. Кто-то компания Orange, кто-то компания Moldchel. Вы оплачиваете за свой телефон. И вот поэтому компания Orange приняла решение установить детскую площадку. И опять перевернули ее в политику. Когда это все закончится? И многое-многое другое еще можно рассказывать. Но не буду останавливаться. Мне противно это все рассказывать вам. Вы сами это все прекрасно зайдите в интернет и почитайте. А самое главное хочу вам рассказать. Сразу как прошли выборы, где-то через неделю подходит ко мне господин Дютин. Якобы в предвыборной кампании он там койки работы выполнял. Там на улицах, там по своим этим. И 200 тысяч лей, на 200 тысяч лей была выполнена работа в городе. И он подошел ко мне, вы знаете, очень даже так мило, красиво, улыбаясь. Какая разница? Ведь это же остается городу. И вы знаете, я почти было клюнул. Что хорошо, все-таки это остается в городе. Наверное, возьмем и оплотим через премарию. Но придя домой, я смотрел телевизор. И в какой-то момент меня голова осенила. Осенила, не делая этого. Ведь кто первый бы написал жалобу? Тютер, для чего? Потому что это прямое нарушение. И вот отсюда меня уже вывели бы в наручниках. Опять же, по жалобе Тютер. Вчера приезжает господин Тютер. Советники социалисты подписали документ. Якобы примар разблокировал счета. Я вам говорил, что я вернусь к этому вопросу. Разблокировал счета компании Леон Грин. Которая имеет долг примарей. Более трех миллионов. Да, долг есть. Да, есть кредиторы. То есть, есть дебиторы, которые нам должны. А как мы от них будем получать деньги? За три года, сколько они должны примарей? Примария получила 43 тысячи лей. И 100 тысяч получили через судоисполнителя. Эта компания сегодня имеет пять агентов, которым они должны. В том числе и примария нашего города. И сегодня для того, чтобы разблокировать счета, надо согласие этих пяти агентов, чтобы дать добро. Когда ко мне подошли, я пригласил главного бухгалтера. Я пригласил юриста. И я сразу проконсультировался. Господин юрист, я имею право на дачу такого разрешения. Да, вы имеете. Но, пожалуйста, подумайте. Надо, не надо. Потому что эта компания недобросовестная. Она не оплачивает. Задал вопрос главному бухгалтеру. Сколько денег у нас на счету? Ноль. А как мы будем двигаться? За свет платить надо. За питание в детских садах платить надо. За все услуги, которые сегодня проходят в городе, платить надо. За вывоз мусора платить надо. За благоустройство в городе платить надо. Откуда? Откуда? Хорошо. Давайте я вам приведу пример. У вас есть должник какой-то. Вы его загнали в угол. Не даете ему ухода. Он вам вернет ваши деньги? Нет. Поэтому я взял на себя риск. А сегодня мой риск. Господин Тютин перевернул. Примар взял взятку для того, чтобы... Неужели вы думаете, что здесь раздают эти взятки направо-налево? Или у Примара вообще нет мозгов, что ли? Господин Тютин, не надо меня сравнивать с вами. Пожалуйста. Или вы говорите то, что... Как бы поступили вы? Сегодня ни один житель города, и тем более какой-то гость этого города, не может меня упрекнуть тем, что он мне дал один лей взять. Пожалуйста, придите вот сюда вот. Сядьте и скажите, я дал тебе один лей. Придите. Я сегодня могу с гордо поднятой головой ходить по площади и по всем улицам смотреть вам в глаза. А он этого не может сделать. А сейчас я вам хочу сказать, что за три месяца моей работы, за три месяца работы, Леон Грис заплатила 200 тысяч лей в бюджет. И эти деньги потрачены по назначению. По назначению. Потому что есть определенные виды финансовых средств, которые мы можем тратить на благоустройство, на заработную плату, на услуги и на многое другое. Вы понимаете, что такое бюджет города? Это финансы, которые распределены по статей на. И не мое право сегодня забирать деньги с этой статьи, перекидывать туда. Есть такая возможность. Мы имеем на это право. Но сугубо те статьи, которые соприкасаются друг с другом. Но не со статьи заработной платы взять и деньги отправить в другое место. Вы это можете понять или нет? Но сегодня же вам трактуют наоборот. Уважаемый господин Тютин, надо уметь достойно проигрывать, а не плести интриги. Ведь почему у нас сегодня нет денег в бюджете? Потому что для того, чтобы были, надо работать. И с теми же дебюторами надо работать. Моя рабочая неделя начиналась со звонка к ним, заканчивала со звонка к ним. Дайте денег, дайте денег, нам нужны деньги. И мы пошли к ним на уступки на 15 дней. На 15 дней мы им разблокировали для того, чтобы они смогли тоже работать, заработать и дать нам свою часть денег. И они дали. Деньги поступили. Хуже всего, если вы не поступили. Вот тогда вы могли сказать, что я разблокировал, а деньги не пришли. Но деньги пришли. И сейчас опять люди обратились. Но в прошлый раз письмо было в адрес примара. Я как примар имею на это полномочия. А в этот раз письмо было в адрес примара и городского совета. Вот поэтому примар, все, что написано для городского совета, пожалуйста, все, что написано для примара, но примар не имеет такие полномочия, я буду адресовывать в городской совет. Вот в чем наша разница. А у нас прекрасные дети в городе есть. И танцевальный коллектив, который буквально вчера принимал участие в защите получить образцовый коллектив города. Ведь если идей не поступят, мы же можем и на их развитие отдать. Почему мы этих детей должны обижать? Почему мы должны обижать тех пенсионеров, которым мы должны чем-то помочь? До определенного момента я мог пенсионерам выделить какую-то помощь дровами. Сейчас решение городского совета. В комиссии по распределению дров, там определенные люди, в том числе и Павлевы. Ну тот, который фасоль сажал. Вы что? Куда мы катимся? Почему же все-таки этот переворот произошел? Потому что сегодня господин Тютин себе в помощники еще взял и господина Чернина. И знаете на каких условиях? Ты мне помоги с переворотом в городском совете, а потом социалисты поддержат тебя на должность директора АПО каналу. И этого гражданина с фасолью. Поддержат директором МПУ ЖКХ. Видите ли, у него работы нет. Ребята, я буду это подписывать как примар. Вы никогда от меня не получите этой подписи, чтобы я назначил Чернина или Павлю Огу директора АПО каналу и ПУЖКХ. Никогда. Ни городской совет сегодня это решает. А согласно закону о местном публичном управлении, статья 29, это решает примар лично, без совета. Наглость, это в общем тот способ действия, то есть напор безморальных и законных на то основание, что вы видели в нашем городском совете. Что происходило? Ни моральные, ни законные права не были на стороне этих людей. Протолкнуть, и как господин Черни вкричал, голосуйте, потом пускай бегут в суд. Примитивное мышление у человека. Идти в суд. Нам работать надо, нам некогда по судам ходить. И поверьте мне, что для чего они меня дергают? Для того, чтобы я отвлекался от своих обязанностей и занимался только их судами, их отписками, их действиями по отношению ко мне. Нет у меня времени на это. Нету, поверьте. Что такое грубость, господин Тютин? Это наглость и нахальство, травмирующие окружающих. Но все же оставляет им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом. И что ему противопоставить? А противопоставить этим можно только выборами. Что у нас и было. Выборы позади, черта пройдена. Работать надо. И последнее, что хочу сказать. Известный психолог Владимир Ромек по этому поводу пишет. Не всегда хамящие люди имеют истинное намерение на хамить. Это является следствием беспомощности человека. Просто не умеет иначе. Хамить его научили очень хорошо. А вот разговаривать по-человечески к сожалению, нет. Хамство это признак плохого воспитания. Как хотите, так и воспринимайте, господин Тютин. Вы понимаете, что до сих пор я сидел молчал. И вы все прекрасно помните. И в избирательной кампании ко мне звонили люди и говорят вот там то написали то. Я всегда улыбался. Не обращайте на это внимания. Пожалуйста. Мы идем своей своей дорогой. И я знал, что эта дорога приведет к успеху. Но сегодня порядочность господин Тютин воспринимает как за слабость. И в завершение объясните, пожалуйста, мне как граждане, что я должен был сделать? Согласиться на условия бандитов? Согласиться на условия олигархов? В неделю раз я вас уверяю. Я был бы сыпь их ухой, каурмой. И ровно через год вы бы меня возненавидел. Не надо мне их не ни ухи, ни каурмы. Спасибо, у меня есть все свое. Я буду в дальнейшем и до сих пор руководствоваться только интересами города. А не интересами Тютин. нам с вами не по пути в таком случае. Вы будете не мне мешать. Вы будете мешать нашему городу. Вы будете мешать нашим гражданам, которые сегодня живут и хотят процветания этому городу. Может быть, я сегодня не все раскрыл. Может быть, я о чем-то не сказал. Но я думаю, что это наше не последнее общение. И буквально скоро мы постараемся сделать все возможное, чтобы я смог напрямую ответить на ваши вопросы. Может быть, до конца ноября или в начале декабря мы это организуем. И каждый из вас позвонит. Я очень прошу вас, не поддавайтесь на какие-то манипуляции, мнения. Ведь люди, которые приходят к вам, примарь взял зябр. Примарь сделал то. Примарь сделал это. Это люди с примитивным мышлением. И их мышление на уровне плинтуса. Спасибо большое вам. До скорых встреч. И я надеюсь, что это наша с вами не последняя беседа. А если надо будет, мы соберем исход граждан. И я могу прийти и вам в глаза посмотреть и сказать то же самое. И провести черту над теми действиями, которые сегодня есть в нашем городе. Спасибо огромное. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok